Им пришлось увидеть настоящий ужас, пережить всю войну и повзрослеть раньше времени. Светлана Васильевна Сунцова родом из деревни Дизмина Ярского района Республики Удмуртии. Когда началась война, ей был всего один месяц. Женщина вспоминает, что помогать родителям она начала в двухлетнем возрасте. Мне мама рассказывала, я прямо смеялась даже. Было всего два где-то с лишним года. Летом она сажала меня во дворе и говорила, сиди, смотри, не уходи далеко. Иначе цыплята ворону утащат. То есть вороны сверху видят, там ребенок бегает и не подлетят туда. Ну, по двору только бегали, не сидела, конечно, уж там нельзя было сидеть. Огурцы поливали, воду носили на коромысле. Еще с шести лет я начала таскать воду. Речка была вообще-то далековата, но у нас ведра были небольшие, а так, ну, полувейерные какие-то. Таскали и поливали. И самое интересное, мать приходила с работы, первым долгом спрашивала, и все сделала. И только потом что-нибудь покушать, ну, что есть, то и даст. После войны в 1948 году Светлана Васильевна пошла в школу. Она отмечает, что была прилежной ученицей. Принимала участие в различных конкурсах и читала стихи. Именно участие в литературных мероприятиях повлияло на то, что она решила стать учителем русского языка и литературы. Окончив 10 классов, Светлана Сунцова отправилась поступать в педагогический институт в Ижевск. Но не успев сдать экзамены, вернулась в родную деревню и продолжила помогать своим родным. Устроилась в колхоз. И только спустя два года ее мечта поступить в институт сбылась. Закончила педагогический институт в Ижевске. И не заканчивая, в марте месяце еще мне взяли в обком комсомола инструктором школьного отдела поработала. Я там до мая месяца, ну, где-то начало июня, наверное, вдруг однажды заседание, и наш секретарь обкома комсомола, Леонид Павлович, я фамилию сейчас точно не помню уже даже, Он говорит, в Ярском районе вышла замуж девушка школьного отдела, так что вам всем поручение найдите, кто у вас есть знакомый, чтобы направить туда, в деревню, в райком. Я поднимаю руку и говорю, а зачем искать? Это моя родина, у меня там родители живут, у меня мама там, брат там живет. Я поеду. Я поехала туда, в райком комсомола. На родине Светлана Васильевна вышла замуж, а в 1966 году переехала в Саров. Сначала устроилась в Дворец детского творчества, а после работала воспитателем группы продленного дня в школе номер 12. После чего молодую учительницу перевели в 17-ю школу, где она трудилась 24 года. Закончила свой профессиональный путь в школе номер 11, в которой проработала до 2012 года.